Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ТОН-ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. Американские выборы толкают нас к исходу из мира либеральных и демократических парадигм. Позоричное ресталище указывает на порочность самой системы демократических выборов в современном обществе. Пришло время пересмотреть всерьез наше отношение к выборам, к народным избранникам и к ее низовью – демократии. Так написал на своей странице в Фейсбуке известный общественный деятель, публицист, писатель Виктор Эскин. А, Виктор, я вас приветствую. Добрый день! Добрый день! С прошедшими вас праздниками! Спасибо и вас! А, Виктор, я хочу попросить вас прокомментировать то, о чем вы написали, несколько, скажем так, с другой стороны. Я хочу привести цитату Бенджамина Франклина, который писал «Демократия – это когда два волка и ягненок голосуют насчет обеденного меню, а свобода – это когда хорошо вооруженный ягненок оспаривает результат такого голосования. Предлагая пересмотреть наше отношение к демократии, вы одновременно предлагаете вооружить ягненка? Ну, во-первых, кто я, чтобы оспаривать слова отца американской демократии Бенджамина Франклина? То есть, если уж он говорил, что демократия должна быть с зубами, и демократия должна быть с правом ношения оружия каждого гражданина Соединенных Штатов, то кто я, чтобы спорить с ним? Но здесь вопрос сущностный. Мы ни в коем случае не станем отрицать тех, безусловно, светлых, благих, полезных для общества во многом начала, которые были заложены в американской демократии 200 с лишним лет назад. Посмотрите, как эта система работала. В ней было немало полезного и немало добродетелей, на самом деле. Вы, если поедете не в Нью-Йорк, не в Вашингтон, а в какой-нибудь небольшой американский городок, вы сегодня там обнаружите, что люди ноги вообще не закрывают дверь на замок, живут открыто, живут, не думая вообще о том, что кто-то может на кого-то напасть. Есть американская глубинка, которая такая по сей день. Но американская политическая система, которая еще экспортируется в разные страны мира, вот обратите еще внимание, американская система, которая навязывает худшее, что есть в Америке, именно вот американское низовье, навязывает его и Азии, и Африке. Мы видим, каким результатом это уже привело. Ведь хотели как лучше, а получилась арабская весна. Братья-мусульмане хотели как лучше, они ухудшили отношения с Россией, сами в общем-то там немалой степени пробудили достаточно, у нас с вами тревожащее настроение. Они запихали русских вот в эту вот самую отметку, где приходится защищаться. Действительно, окружив их НАТО странами, такими как Прибалтика, чего не должно было быть вообще согласно всему. То есть их вообще политика в целом, она сегодня достаточно вредоносная. И, собственно, они сами уже начинают это чувствовать. Ну, а апогеем этого является просто полностью выхлоченная предвыборная кампания, когда все говорят о том, я пойду голосовать не потому, что уважаю какого-то кандидата, потому что очень не люблю другого. Я настолько не люблю другого, что, может, я проголосую за этого. То есть пришло уже вообще такое время, когда голосовать вообще не за кого. Но давайте честно говорить, что это очень-очень-очень плохой спектакль. Был такой французский философ Гидри Бор, он говорил об обществе спектакла. Но это какой-то совсем паршивый спектакль. И знаете, есть и израильские авторы, которые тоже отмечали, что Америка сегодня, она действительно зиждется на лжи. Она зиждется на ложных совершенно концепциях, политкорректности, которые не имеют никакого отношения к действительности. При том, что я подчеркнул, что есть американская глубинка, есть американская традиция, в ней есть немало хорошего. Мы не будем закрывать глаза на это. Мы также должны отметить, что в Америке до сих пор большая часть населения поддерживает Израиль, любит Израиль. Кстати, как и в России, на самом деле, тоже согласен опросу. Но в Америке это активно, это находит выражение. В Сенате, в Конгрессе и в настроении американцев это находит очень широкое выражение. Поэтому будем говорить осторожно, не огульно как-то и не опрокидывая все эти ведра с чистой водой, которые по дороге мы обнаружим. Но для себя надо сказать, я не побоюсь слов Марины Светаевой, на твой безумный мир один ответ – отказ. Вот от этого пришло время отказываться. А дальше вопрос в том, какая альтернатива. – Да, совершенно верно. – А? – Совершенно верно. Какая альтернатива? – Альтернатива. Но хочу сказать, что слова Черчилля о том, что это очень плохая система, другие еще хуже, она не является ни в коей мере для нас удовлетворительным определением идеальной системы. Если говорят, что система плохая, так слушайте, давайте соберемся и подумаем о том, какая система лучше. Давайте обсудим плюсы и минусы определенной монархии, конституционной монархии. Давайте обсудим плюсы и минусы республики. Давайте обсудим плюсы и минусы военного управления, в случае с Израилем, например, которому грозит угроза извне постоянно и изнутри тоже. Давайте обсудим разные системы и способы правления, которые мы с вами знаем, из приличествующих человека с нормативной психологией. Я не беру в расчет какие-то уже совсем мерзко себя зарекомендовавшие системы, а именно те, все-таки от которых веет какой-то порядочностью, возможностью выстроить что-то лучшее. И когда мы говорим слово демократии, на самом деле мы не имеем в виду сегодня того же, что имелось в виду раньше. Ведь если мы говорим о каких-то принципах свободы, для этого совершенно не обязательно сохранять вот эту вот систему выборов, которая позволяет такую бесовщину, как сегодня мы видим на примере американских выборов. Просто бесовщину. Вы же видите то же самое, что я и слышите. До чего это все дошло? До чего это дошло, когда перед уже самым концом предвыборной гонки вдруг появляются какие-то женщины, начинают говорить, что у них там не так посмотрел. И просто вот все идет именно на том, кто закидает соперника большим количеством фекальных масс. Но это не есть идеал человеческого бытия. Понимаете? Что бы мы ни говорили, это нехорошо. А дальше давайте признаем это, что Америка это не пример нам сегодня в политическом смысле. В политическом, говорю. Не пример нам Америка в политическом смысле, не пример нам Америка в духовном смысле, не пример нам Америка сегодня в смысле ее внешней политики, Уважая ее экономическую политику И уважая ее внутреннюю политику До сих пор во многом понимая Американское общество изнутри Сказав все это Мы должны просто для себя решить Что мы имеем полное право Израиль как независимое государство Намного более независимо чем европейские страны Выработать некую модель Которая будет для всего мира сегодня Подходить Смотрите Россия тоже не смогли до сих пор Найти ту систему управления Которая была бы подходящей для России С неким наличием серьезной Высокой губанной русской идеи Нет сегодня ничего в мире Нового Никакого обновления мысли нету Государственного А вот этим как раз надо было заняться здесь В Иерусалиме Сказанным все таки свет изойдет откуда Из Сиона изойдет Тора Из Сиона изойдет учение мудрость И слово Слово Господне из Иерусалима Вот отсюда Виктор Мы сегодня много Приводили цитат Я приводил Вы приводили цитаты Известных людей Я хочу еще одну Напомнить вам цитату Бертран Рассел сказал При демократии Дураки имеют право голосовать При диктатуре править Если взять к примеру Три страны О которых вы уже сегодня упоминали Соединенные Штаты Россия Израиль Насколько Приведенная формула Справедлива для этих стран Чувствую юмора Рассела Оно не распространяется На нашу реальность Ни в коем случае Мы не сможем с вами сказать Что Те кто управляет Например Третьим рейхом Были глупцами Люди которые очень быстро Поставили на ноги Немецкую экономику И угрожали Вообще всему миру В течении очень короткого срока Мы также не можем сказать Что первое правительство большевиков Да даже и второе и третье Оно состояло изумственно Отсталых людей Ни в коем случае Это неверно Более того Слушайте Не побоимся ли мы Осторожно сказать Что там может быть Как раз именно система Тоталитарная Авторитарная Она как раз приводит К тому естественному отбору Который Выдвигает более Сильных по крайней мере Лидеров Более креативных Достойных лидеров В каком-то смысле Мы не можем это сказать На примере Испании Например На примере Чили На примере Других стран Где именно Внутренняя мобилизация Происходила За счет Определенных Властных Мобилизационных Механизмов Это не обязательно Брать Примеры Те Которые Наиболее Нам омерзительные Которые Надо отталкивать Изначально Вы понимаете О чем я говорю Мы сейчас С вами Просто Рассуждаем О том Чему Можно научиться У разных Представителей Философской Полиэкономической Мысли 20 19 18 Века И я вам скажу И вы Я думаю Согласитесь Но далеко Не все Они были Сторонниками Того Что из себя Представляет Современная Либеральная Демократия И так Осторожно Говорю Виктор Еще одна Цитата Уже с вашей Страницы Опять в фейсбуке Вы разместили Там такой Пост Есть информация О том Что правительство Украины Передало Правительству Израиля Материалы О якобы Правонарушениях В сфере Нефти и газа С целью Запросить Выдачу На Украину Пятерых Антимайдановцев Нашедших себе Скрывище В Израиле О чем Или о ком Идет речь Если можно Об этом говорить Я думаю Причневременно Называть имена Если кому-то Это интересно Он сам откликнется И свяжется Со мной После Выступления Ривлина Есть некое Обострение В израильско-украинских Отношениях И вот сейчас Имел место Такой Демарш Они действительно Обратились С первичной Документацией К израильскому Минюсту По вопросу Экстрадиции На Украину И Придание Там Суду Нескольких Проживающих На территории Израиля Бывших граждан Украины Мы с вами Понимаем Что это Непростой Будет судебный Процесс В Израиле Как вы знаете С 99 Года Отменен Закон О том Что Израиль Не выдает Своих граждан Экстрадиция Была совершена Израилем Неоднократно Не только В Соединенные Штаты Но и в России И в Украине Да нет Израиль Экстрадировал Несколько раз Своих граждан И в том числе На Украину И в том числе В России Я это подчеркиваю Говоря уже Об Америке Правильно Неправильно сейчас Не время обсуждать Я бы Предпочел бы Вернуться к тому Что было до 99 Года Разумеется Но Вот в новая Юридическая Сейчас ситуация Надо будет Разобраться Хорошо Собственно Какие мотивы Лежат за Обращением Украинского правительства Нет ли тут Политических мотивов И я думаю Что очень быстро Выяснится Что Здесь есть Политические мотивы То есть даже Если кто-то согласен С ними Это не значит Что Израиль Как страна Уважающий Собственный закон Сможет их выдать Но так или иначе Сейчас Эта тема Всплывает Она Будет Обсуждаться В ближайшие Недели И месяцы Если конечно Израиль Не ответит Сразу же Как-то Резко И достаточно Понятно Что материалы Которые украинские Ставы Предоставляют Они не соответствуют Требованиям Израильского законодательства Я уверен Что так оно и будет Потому что Они как правило Не умеют Составлять документы Огромное спасибо Викдос За это интервью И как всегда Было интересно Спасибо Всего самого доброго Будьте здоровы До свидания До новых встреч До свидания И вам друзья Спасибо Что были с нами Всего самого доброго До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин